Эта покосившаяся избушка на краю села давно не привлекала к себе внимание, пока на воротах не появилась вот такая табличка. Теперь это модный дом. Управляет здесь Анна Винцева. Правда, пока большую часть времени высматривает в окно новых клиентов. Их еще не слишком много. Бывает два, бывает три, бывает больше. Вообще-то Анна вошла в моду случайно. Она потеряла работу, зарегистрировалась как самозанятая и открыла пункт обмена вещей. Это кимагазин одежды, только без ценников. Для экологии хорошо, и для людей, я думаю, что хорошо, потому что вещи ненужные, можно избавиться от ненужного и взять что-то, то, что надо. И также для людей, которые с небольшим достатком, это очень удобно, потому что не у всех есть возможность приобрести то, что нужно в данный момент. Первыми сюда поспешили деревенские модницы. Потом сарафанное радио разнесло, что надоевшие вещи можно обменять на нужные за символическую плату. Теперь обновить гардероб сюда приезжают даже из соседних сел. Да, очень красиво, неплохо, замечательно сидит на вас. В этот магазин не приходят с пустыми руками. Валюта здесь ненужные вещи. Кстати, на вешалке иногда можно найти одежду с этикетками. Но в основном все новое, это кому-то уже ненужное старое. Я уже в этот магазин второй раз прихожу и приношу вещи, которые залежались дома, которые не нужны. Лежат, занимают полки, и это замечательно, их можно куда-то сбросить. Удобная такая штучка, пункт обмена, куда можно принести и что-то подобрать себе. Есть ваш размер. Вот такая бузочка есть, ваш размер. Смотрите, нравится вам, не нравится. Кстати, жители иногда приносят на обмен весьма неожиданные вещи. Свадебные платья, песцовые воротники и шерстяные носки. Молодежь следит за модой. Это, наверное, люди более старшего поколения уже не так. А молодежь следит. Что молодежь здесь спрашивает? Любят джинсы. Меньшие спрашивают юбочки. Юбочки не любит молодежь совсем. Кстати, в колоритной избушке места еще полно, поэтому скоро здесь будут обмениваться не только одеждой, но и посудой, игрушками и бытовой техникой. Дарина Яранцева, Андрей Ветров, Тюменская служба новостей.